Утро доброе всем! Стошнолобого. Вот такой душ совмещенный здесь. Три кабинки. Туалетов тоже три. Не знаю, я так кушать не ходил, но вчера так чайку тут с коллегой встретились с тезкой своим, чайку попили, посидели, но персонал неприветливый в кафе. Короче, пока не в восторге. Посмотрим, что здесь с душем. Единственное, что стоянка асфальтированная. А так, пока как-то так себе. Ну, к душу претензий, друзья, никаких. Вообще отгонь. Водичка течет. Бесперебойно, горячая, напор хороший. Вот Понька на 116 регион, 340 кобыл. Леха, тезка мой. Мы с ним пересекались, когда я с Хвостока возвращался, но на другой машине был. Сейчас на этой ездит. Сейчас тоже купается в душе. Пойду я самовар ставить. В общем, потом познакомимся. Я вас познакомлю, вернее. Расскажет, что такое Понька, если захочет. Время 8 уже. Немножко опять с выездом задерживаемся, но ничего страшного. Так, а что там у меня висит? Тут все новое еще пока. А, у меня это лестница. Я ее не видел. Михаил Владимирович, лестницу не прихватили. Перевочкой. Опа. О, что она не вылазила. Народ уже потиху разъезжается. Полупустая уже стоянка. И мы чай попьем и поедем. Денек задается, походу. Так, тут уже все приготовлено. Баллон на улицу вынесу. Будем завтракать и будем выдвигаться. Уже отстоял. Видите, уже можно ехать. 9.13 уже получилось. Ну, еще пока позавтракаем. Получится пауза часов 10. Нормально. 20 минут 9. Получается на час опять выезд просрочен. Поедем вот так по кругу объездить. Поедем с Лехой вдвоем. Ему в Новосибирск. Отказывается сниматься. Но ничего. Я думаю, мы его уговорим. Навигация с ума сходит. Я стекло протер, так что-то надо. Вон стоит третий. Пойду подойду. Вот. Не, за Урал вторая стояла. Тринадцатый. Это Дентровский. Лерсадесик. Вот он выехал. Сзади меня стоит. Сзади поезд. Но мы потом остановимся обедать. Тогда я вас с ним познакомлю. Вот сейчас выезжаем. Видите, что у меня тут Даша сегодня с ума сошла. Я здесь стекло протер, что-то тут. Навигатор сходит с ума, короче. Так. Поворачивает. Сейчас нам до Аббатского. В Аббатском нам нужно попробовать заправиться. Шеф сказал, заправляемся на Газпроме в Аббатском. Что-то он Татнефтьевским топливом кемеровским недоволен. Видите, что-то тут у нее что нет? Клин какой-то. Глюк какой-то она словила. После протирания. Ну, может, придет в себя. Так. Ну, сегодня тоже видится. Видите, погодка вообще. Огонь шепчет. Ну, уже как бы вчера что-то я посмотрел прогноз. У нас уже впереди, возможно, даже мы и в снег попадем. Там Красноярск, туда-сюда, в тех краях. Ну, сегодня еще вот, во всяком случае, пока милое дело. Солнышко опять не облачко. Уже 10 градусов. Красота. Лёх, сейчас принимаешь меня? Да, Лёх, принимаю. Да, Лёх, принимаю. Лёх, шипите, шипите. Иди, думай, я проеду. Может, ты что-то пытаешься сказать, а не слышишь? Я не понимаю. Я сейчас в Аббатском на Газпроме заправиться надо. Ты тоже надо на Газпром не. А, ну, если тебе без разницы, вот давай в Аббатском и заедем. Всё, залились на Газпроме в Аббатском. Лёх уже поехал. У него один бак. Конечно, тоже, говорит. Каждому, каждую тысячу километров, каждому столбу кланяться приходится. Мы забили полный. Я думаю, нам, по идее, туда-обратно должно хватить. До упора запомповался. Где-то ждёт меня, сказал. Сейчас будет ждать, наверное, там за мостиком. За рекой Ишим. Ну, в общем, всё. Четыре часа можно валить где-то до Омска. И там... Вы превышаете допустимую скорость. Встанем, пообедаем. Лёх, ты стоишь? Вон, не он. Он, наверное. Или не он. Не, не он. Это какая-то одиночка. Маленькая. Наверное, за Ишимом уже, за мостом. Да. А, скамеечка, конечно, старенькая у него. Но сам всё расскажет. Я думаю. Фу. Говорю. До Новосиба 900 отсюда. Ну, конечно, до Новосиба-то, наверное, сегодня мы не дойдём. Однозначно. Ну, ему завтра надо быть в Новосибирске. С Питера идёт. А даже, что везёт, я не спрошу. Ну, тоже налегке. Ну, Понька. 340 кобыл. Ладно. Сохраним, как говорится, интригу. Захочет поделиться впечатлениями. Не захочет. У каждого. Право своё. У каждого человека. Видите, как тут по весне доехал. Всё в воде было сейчас. Вон, лошадки ходят, коровёнки. Это всё-всё-всё это было залито, когда Ишим разливается. Сейчас луга. Последняя свежая травка. Вот стоит. Лёх, заводи, поехали. А, вижу. Рыбку лают. Понька. До Поньки не работал. Я ездил на низкой Scania. Вернее, даже как я ездил. Так, один рейсик только. я с мазмана когда пришел в эту фирму мне потом сразу фартанула мой напарник которому меня меня к которому дали напарником то есть я к нему пришел мы с ним 9 месяцев на мазмане отработали и короче мне салаги 9-месячного новенького топ-лайна тогда подогнали там народ боком смотрел косо косо первое время потом нормально не успел на работу устроиться уже еще у нас партаж по удаст вам а забыла он не то что заставляет он если у меня если я заканчиваю у нас как по секторам если заканчиваю день в секторе а плюс к зарплате суточной да да но там же четыре сектора у нас четыре сектора bcd бета ну это хорошо если заканчиваешь в а на отлично вот смену день отработал и компьютер выдает что за по итогу а по и по езде тут знафте я никогда не заканчивал обычно всегда в б но иногда в а ну что то есть такое когда обычно работаешь как бы вот просто едешь без этих всяких фанатизма вот как без не так как по обучению тут бы я всегда в легкую ты влаживаешься то есть в режим в оценку хорошо это у нас новая система у нас такого нет ну нет ну сектор b это получается это как бы вот ты хороший мать характер режим движения хорошо не совсем отлично ну хорошо но там же еще у нас есть подразделы то есть можно посмотреть где у тебя косяк там где что у меня вот в основном не вытягивая режим движение наката у меня всегда слабенькая не знаю как его добиться а так все вот эти движения по холмам предвидение торможения у меня все в отлично поэтому немножко по-другому считает это то я в курсе я пытаюсь но но так не всегда получается я стараюсь я тоже иногда подзабиваю это делаю это я тоже так делаю мне как бы только вот в этом небольшое не в низших я и буритах а во всем остальном у меня оценка отлично есть у нас такая проблема это постоянно как держать дистанцию кто так не так кто далеко кто не доезжая и еще что нибудь дистанция все в огонь я потом расскажу про нашу эту систему ну вот я потом про нашу это ноу-хау расскажу у нас на фирме вот с прошлого рейса у меня шеф там ввел новое ноу-хау мы обучение там проходили это попозже вот она крутинка до которой якобы можно было доехать вчера час двадцать оттуда получилась вот а за порта стоянка все как бы все все в общем-то неплохо единственное что как и писали в этом там в комментариях в отзывах как писали в отзывах что мы как-то в столовой в кафе персонал такой немножко вот как-то знаете вот уже да 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 я в курсе курсами тут корешок постоянно карасиков трескать как нибудь я тоже обязательно схожу попробую вот так смысл к чему вел что чашишь мыши же все сейчас я придирчивые если платишь деньги то как ты хочется и сервиса и отношения к себе первое не слушайте как он сказал и они у тебя опять учатся на цикл не увидел комбо бедный вообще не заживает у нее тропа напрямую всегда норовится паре на это слышно слышно да 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 чё кто-то преснул ночью валишь-валишь и все если ты преснул и спишь то какие знаки давай топи нет никого согласись многие доедут начинают включать у меня сроки у меня доставка мне надо деньги зарабатывать а вот это что у него с рацией тут я с тобой согласен даже если уже там какая-то такая критичная ситуация станет 23 часа поспитывать в случае сон перебьешь если же действительно так надо пошли опять березки засохшие ну как прошлый раз объяснили что вот из-за тут уже болото из-за того что за прокладки дороги нарушение экосистемой и стоит поэтому целые рощи берез пропали много таких особенно вот на этом участке вот от крутинки до омска дальше там уже не так вот этот участок места-то тут болотистые и все и и целая роща была и все сейчас бы была красота стоят сухие дальше вот здесь вот все все хорошо красиво сейчас 8 как раз вот здесь вот именно как надо желто-красно чуть-чуть еще зелененькая золотая роща березовая это же все желто у нас еще практически ничего желтого нет беларуси еще не начала желтеть ну сибирь сибирь естественно тут уже и снег скоро у нас впереди уже по прогнозу посмотрели послезавтра какой послезавтра завтра в кемерово мы уже возможно даже снегопад упадем дай бог чтоб он не сбылся человек это не готов еще пока морально снегопадом и физически тоже в кроссовках еду курточка легкая осенние вытащите теплых вещей не брал с собой что-то что-то он там впереди очень хорошо горит но не на дороге дорога правее уходит думал будет видно наверно не смотрите зарево какой не зарево дым какой серьезно там полыхает там дома какие-то там к этот деревня может какие склады еще что а может какую солому жгут тоже как вариант уже 24 до красного яра ну и там уже до омска уже фигня осталось уже местного считайте плюс 3 добавляем пол десятого уже пол первого по местному летим летим да вот толь траву толь солому жгут не думаю что они бессмертные не ошибаются здесь вот видно тубы убирали и лишнее решили вот спалить наверно сену лишнее сено сухую траву скошенную наверно выжигают или что по ходу так зачем в следующем году будет лучше расти но только такое логическое объяснение может быть вот так это хорошо горит аут смотрится такой хорошо цене ветра нету ничего так это потом попробую остановить такой пожар выжигая траву все же остальное тоже гибнет жучки паучки мышки и так далее хорошо там особенно вот тут очаг дымяра такая смотрите какую красоту он везет дпс-ные машинки шкоды октавии куда-то молочет первенских номерах дымян кого поймал а впереди он автовоз везет эти дпс-овские машинки интересно они его тоже останавливают когда он их не машинки везет и раком стая я вот мы на кольце на этом как он по первым кольцом перед махалевским мостом кольцом было второе кольцо первое вы его остановили я за ним ехал я понял как вы так говорите и века красная да да наверное похоже что да ну раз закручал чего-нибудь дать новую машинку заходили что ли наверное это уже омская не знает ну куда то что считается октавий не успеем ну все сейчас раз кольцо потом пост проходит кольцо и на третьем по моему кольцо и на кольце ходим направо на стоянку наружу ветров там нормальный пятак дать до зайти сухо чисто там нужно выйти ну и теперь можно почередить ну это после РТШ да? на речке по моему да ну с правой стороны прямо на кольце да 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 я в курсе я там был на выезде ну только там же по моему он не асфальтированный она там вот так пыльненько даже где он не знаю все их уникал стажа у всех по 15 лет я говорю ты уже уже блядь пора на пенсию я вот думаю может где-то ну чтоб асфальт был мы же как бы будем разогревать ну туда вверх повыше просто встать там меньше ездит и все нормально будет ну и давай так да конец сам и забьемся давай побежали давай побежали да сколько их семь штук да да и века красненькая нет далеко по моему не 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 стой не иди маленькая пицца к тебе уже не успеешь не успеешь не успеешь не успеешь обращать резвая у него пунька, резвая АТК был 340 а он бежит лихо, веса тоже немного, 12 тонн, но и все равно лихо разгоняется такая резвая машинка ай, ты же красавчик ну, согласен как красивый вид отсюда и там Омск вдали поедем на стоянку 4 часа отработали полчаса осталось поедем обедать нет, ну я с тобой согласен про утеплитель и там про все эти дела но я же говорю, что она тоже под определенные грузы лишь бы что тоже в него не загрузишь я работал на них в Казахе ты заметил ничего большинство ездит на паровозиках так они же с Китая таскают понятно, они там тюками забивают по самую крышу там кубатура нужна у меня знакомый товарищ у меня знакомый товарищ у меня там Хабаровск он на 3-4 месяца покатается на икончик с утеплителем потом садится за валют улетает домой хорошо, когда вот так вот ухватил такую работу по крышу по крышу на афрах работа потом предложил возьмите и говорю параллогик и засунем машину он говорит давай дверь возьмем но короче на то наркомане тебе ничего не получилось ну да, все как всегда Долги начались. Угруженную машину в Москве чуть не отобрали. Понятно. Я в курсе. Готовьтесь через 800 метров и исечь дорогу с круглым движением. Я в курсе, что тут направо. Доводилось и стоял, тут и ночевал. Но она грязная. Она чисто покушается. Сейчас куда-нибудь в уголок зашьемся, чтобы не пылили. Кушать не мешали. Я смотрю, там грязь какая-то, дожди тут шли. Через 100 метров пересеките дорогу с круглым движением. Съедьте, используя дорогу съезды. Используйте дорогу съезды. Да, я смотрю, грязноватенько здесь. Были дожди. Перепроложите. На следующем поваруте. Поедем. На следующем поваруте. Поедем. В конец. Где посуше. Едьте на дорогу с другого движения. Все, вот мы пообедали в Омске. Все с Канапарч отказывается сниматься. Говорит, сняется. Хоть голос за кадром покажешь. Выдашь? Какого года? Леха? Восьмого. Восьмого. Нормально, можно ездить. Не, резво-резво. Триста сорок кобыл. Из них, я думаю, уже часть, наверное. Хотя, если так бежит, то, наверное, все на месте. В поле никто не бегает. Капитал. Капитал. Климотор был полностью. Капитал. Новые форсунки стоят. Все новое. Так, его приводят в порядок. Сейчас вот приеду, стекло поменять. Ну, стекло, конечно, надо менять. У меня вон трещинка одна. И то надо менять. Будут менять. Ну, руки надо приложить. Спросить просто. У нас, говорят, механик. Угу. Начальник колонны. Говорит, если с ним хорошо. И он хорошо. Техники тоже хорошо. У него раньше свои машины были. Ну, участниками занимался. Ну, ну. Нормально. И попросить все хорошо. Потихоньку руки приложить. Можно сделать. А бакуца один же, да? Бак один. 600 литров. Короче, каждую тысячу километров. 1800 бака хватает, если ехать. 1700, ну, смотря как, если по прямой ехать, хватает. Ну, полторашку точно хватает. А сколько на спидометре? Ну, сколько? Ляма полтора? Я чуть не обратил внимание. Ну, посмотри. Что у меня такого внутри нет. Еще профи как взял ее. Попереду. А, так ты первый рейс на ней, да? Ну, я сказать, на ней сходил. Ну, вот этот, так вот, скажите, скажу. В Патарию. В Патарию. В Питер. В Питер. В Москва. И вот сейчас идешь на. А? И вот сейчас на Новосиб, да? Да, да, да. Не, ну, только что, блин, это вот это вот. Ну, с текущим кабином уже маленьким. Конечно. Ну, ни вещи никуда не здесь. Спина болит от нее. Ну, привлекательно. Все это нужно вот со спальника сюда перекладывать. Не, ну, я со спальника под спальник. Там есть место под спальник. А, под спальник. Вот еще ящик был бы с инструментами, чтобы, получается, с левой стороны ключи убрать. Ну, а инструменты, потому что некуда их больше складывать. Все. Внутрь можно? Заходить. Это просто. Вкусно. Вкусно. Ну, весне. Так, конечно. Да. Я так со своим все, вот. Я в полный рост не могу встать. А получается, да, если спать залезть, надо вот так вот. Ну, с одной стороны, как бы заскочил и спи. А с другой все равно. Говоришь, посмотри, сколько. Миллион четыреста семнадцать. Вот я недавно только капиталку делал. Может, месяц. Полтора ляма. Ну, скажем так. Конечно, машина не для дальних расстояния, но у нас используется. А, ну, а что делать? Ну, да. Мне кажется, лучше старую скамеечку, лишь бы чтобы деньги платить. Да, да. И без денег. Лучше ездить, можно ездить и на кобыле. Лишь бы деньги платить. Да. А как ты говоришь, тебе предлагали работу, новая машина, а зарплаты нету. Так смысл от нее. Даже не будем варьировать эту команду. Не, не, не. Зачем нам это надо? Люди в канулу надо, они все знают про них. Ты самара, а фирма татарская, да? Почему? Колонна-то в Самаре. А, колонна в Самаре. Это Галабуги, когда начиналось, все. Галабуги контора. И вот АТЛ это, да? Да, АТЛ. Самарская колонна. Все, я понял. Две штуки в Самарской колонне. Галабуги больше. Ну, та чуть-чуть и тоже только Полька, это как 30-40. Это только кабины чуть больше. А, повыше немножко. И у нее уже прицеп новый, уже тоже 13-26. Это 16-26. Это уже АТЛ-овский, белый новый. Ну, я понял, понял. А это тоже с шестого года Крома. Тоже вся переобрана. Само собой. Дисковые тормоза. Нормально. Резина нормальная. Передок надо поменять. Пьется, но выпьет. Угу. Ну, стороны особенно видно. Надо по рулятить. А так? Есть можно. Как мы бандой вдвоем и валим до Новосиба. Все. Чайку попили, пообедали. По рулям дальше.